Всем привет! Сегодня будет не совсем обычный выпуск, можно сказать новостной, потому что информации накопилось много, но обо всем вовремя я вам просто не успеваю рассказывать. Нашу собачку-инвалида Мышку ждут дома в Испании. Ее мы год назад нашли у помойки, где собачка побиралась в холода. Долгое время Мышка провела в стационаре Москвы. Пока собачка поправляла здоровье, мы искали для нее дом, но безуспешно. Тем не менее, по счастливой случайности, судьба Мышки может измениться на 180 градусов. Изначально наша подписчица Алла хотела забрать Тигрика, но узнав, что он счастливо живет в семье, решила удочерить сироту Мышку. Мы стали готовить документы на вылет, но все планы рухнули, потому что, сами знаете, что происходит. Самолеты туда сейчас не летают, и мы и Алла очень расстроились, ведь это был единственный шанс для Мышки стать счастливой. Я стала искать перевозчика и нашла через Гаяну. Заявленная сумма 913 евро. На рубли это 104 тысячи. В нашем положении это, конечно, безумные деньги, поэтому пока решили отложить до стабилизации ситуации. Но и оставаться в клинике было уже невозможно, потому что сутки пребывания там 2,5-3 тысячи за одного пациента. А у нас их там 5 плюс 5 чнят. В общем, просто уже не тянем. Поэтому вчера Мышка переехала в арендованную комнату за 21 тысячу в месяц, плюс коммунальные, под опеку замечательной женщины Жанны, которая выходила нашу Наденьку, дав ей кровь. Туда же мы подселим еще одну собачку из Курской Раду, которую вместе с Платошкой спасали с сожженного поля, потому что мест не хватает, а на улице у меня по-прежнему остаются подопечные, которые нуждаются в помощи, и их нужно где-то размещать. На этих же условиях к Жанне переезжает наш бедный мученик Каратик. Трехлапый беженец из Якутска, попавший там в уличный капкан. Там песики пробудут до пристройства в семью. Каратик ожидает протез. Было решено все-таки остановиться на съемном варианте. Также в стационарах Москвы продолжают лечение Платошка, якутянка Ума, спинальница Ладушка, инвалид Маруся, Гошенька, которому чудом удалось сохранить лапу. И щенят Атоси, 5 штук, которых все-таки выпроводили из дома, где они родились. Малышей разместили в Цоколе клинике, но понятно, что тоже не бесплатно. Еще у нас ожидается серьезная операция. Особенного песика Грея вы могли видеть во время прямых эфиров из стационара Москвы. Несчастного инвалидика мы спасли на улице Курска, после чего отвезли на лечение в столицу, где Пушистик перенес уже две серьезные операции. Мало кто верил, что у Грея есть шансы снова встать на лапы. В процессе стало понятно, что они весьма велики. Но сейчас его положение все равно очень нестабильно. Наш доктор сказал, что Грею нужна еще одна заключительная операция, с помощью которой ему установят надежную титановую конструкцию. Но мы опять же попадаем на очень серьезную сумму, около 100 тысяч рублей. Но сейчас Грейчик тоже находится у Жанны. Только на этом наши проблемы не заканчиваются. Более 20 щеночков с передержки сейчас проходят лечение от демодекоза. Один только препарат Бровекта обошелся на всех около 60 тысяч. Но это еще не все. Прямо сейчас в Москву приехал еще один наш тяжелый пациент Лешенька. Местный волонтер бросила бездомного песика в ветклинике, где я оплачивала ему лечение. Она за ним просто не приехала и не отвечала на звонки. Мы пожалели несчастного Рыжика и приютили его у себя. Но сейчас он в тяжелом состоянии. Песику необходимый МРТ для определения дальнейшего плана лечения. В общем, мы пытаемся сейчас как-то барахтаться, но с каждым днем справляться с ситуацией становится все тяжелее. Ведь помимо того, о чем я вам рассказала, у нас всегда стоит вопрос оплаты зо-гостиниц, аренды дома для животных и ежедневных нужд 240 спасенышей, жизнь которых целиком и полностью зависит только от этого канала. Поэтому, как и прежде, будем очень благодарны за любую посильную помощь. Спасибо, что не бросаете, без вас наши подопечные просто не выжили бы, особенно сейчас. Друзья, я не хочу терять с вами связь, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Ссылки на Дзен, Телеграм, ВК и Одноклассники я оставлю в описании под этим видео. Реквизиты для помощи нашим подопечным тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok